приветствую вас дорогие мои сегодня у нас время общего расклада с ответом на вопрос моя ли он судьба загадайте человека неважно кто меня смотрит мальчики или девочки разговор о человеке то есть если смотрят меня девочки значит загадывают своего человека судьбоносного про которого думают и переживают с которым отношениях либо еще только мечтают об этих отношениях если меня смотрят мужчины также зеркально загадывают партнершу которая желанна с которой либо в отношениях либо мечтают об этих отношениях и посмотрим расклад и так моя ли судьба загадывает первая позиция это краткая характеристика личности что необходимо вам знать на данный момент возможно ваш человек либо очень эмоциональный либо очень активный в пол карте шесть жезлов вот прям знаете перемещается туда-сюда сегодня он здесь завтра он там послезавтра его нигде не ждут а он опять здесь и стремительное решение вопросов стремительное появление стремительное исчезновение и все это связано с большим таким внедрением на эмоциональном фоне да то есть человек эмоциональный активный довольно молодой по крайней мере в душе точно душе точно стремительный ответе лошадь белая он считает что он все делает правильно он считает что он живет так как на его устраивает то что делать своей жизни ему нравится эта жизнь ну а этот человек ведом эмоциями это важно понимать давайте смотреть вторую позицию как к вам этот человек относится и что чувствует как относится к вам этот человек и что он чувствует смотрите выпадает луна идет на морочках то есть человек не всегда с вами искренне ну вы знаете судя по тому насколько человек эмоционален он не всегда может быть искренним знаете по той простой причине что всего скорее он и сам не знает что будет дальше что будет дальше в его голове что будет дальше в ваших отношениях по карте луна человек падкий женские энергии если меня смотрят девочки если смотрят мужчины часто прибывает в женских энергиях то есть ну любит женщин но не дает им стабильности любит морочить им голову и вот здесь разговор о том что человек к вам относится не до конца бывает искренне не до конца он вам все рассказывает о том что у него внутри по отношению к вам а чувство давайте посмотрим это отношение а чувство чувство какие вы знаете у этого человека нет в его душе мира а когда у человека нет мира его душе у него мало чувств к этому миру ему нужно время в том чтобы разобраться с собой со своей душой осторожен наблюдает ждет возможных вариантов развития событий разговор о том что несмотря на то что человек эмоциональный и яркий ни вам не доверяет ни себе не доверяет и и карты говорят о том что наверное и вам пока нужно постеречься особо ему не доверять давайте смотреть цели этого человека в каком формате он стремится выстраивать отношения в каком формате загадан человек стремится выстраивать отношения именно с вами и по тройке чаш вообще человек хочет эмоций чаши это всегда любовь но мои хорошие это иногда просматривается любовный другой собственно поэтому здесь идет и какая то так скажем сокрытие правды возможно вы не все знаете об этом человеке и да он любит радость он любит праздник это вообще человек его даже можно самому назвать человек праздник но этот человек склонен создавать любовные треугольники по тройке чаш и он считает что так надо что таким образом он позволяет себе находиться на выборе позволяет себе находиться в поиске и не ошибиться в будущем но для вас то это признак нестабильности задумайтесь следующая позиция для чего этот человек вошел в вашу жизнь и какой урок с ним надо пройти для чего этот человек вошел в вашу жизнь и какой урок с ним надо пройти и карты 7 чаш это карта иллюзии вы знаете научиться реалистично смотреть вы смотрите даже женская свеча ой вернее мужская свеча погасла надо же как инь и янь это мужские энергии это женские энергии мужская свеча погасла женская горит знаете здесь получается что человек неискренен с вами и он пришел вас учить не пребывать в иллюзиях не жить иллюзиями не строить нереалистичных планов то есть сколько раз я объясняла и повторю мне не трудно когда мы живем и ждем что кто-то приедет рыцарь на белом коне и осчастливит нас мы рискуем быть несчастными всегда потому что ожидание а ожидание это всегда разочарование нас приводит не к тем людям которые должны появиться в нашей жизни возможно по нашему мнению понимаете и вот этот человек он ваш учитель вообще все люди в нашей жизни учителя и данный партнер это ваш учитель он учит вас отказываться от иллюзий вы слишком оторваны от реальности вы возможно в розовых очках вы возможно слепы и единственное чему он вас должен научить какой урок вы должны пройти чтобы не витать в облаках быть наблюдателем и учиться анализировать ситуацию не доверять слепо каждому сказанному слову дело в том что по семерке чаш это пребывание в иллюзиях высокого полета когда потом падать будет очень больно задумайтесь присмотритесь к своему партнеру чтобы потом не было больно узнать сейчас его истинное намерение так вот формат какой у нас понимаете формат веселья радости возможного возникновения любовного треугольника и человек подсвечивает вам ту ситуацию что вы пребываете в иллюзиях относительно него и возможно относительно всех мужчин если смотрят девочки и не женщин если смотрят мальчики в целом понимаете то есть не нужно жить ожиданиями вот что говорит эта карта вот чему учит вас данный партнер не нужно жить ожиданиями нужно реально смотреть на вещи и если человеку суждено уйти из вашей жизни потому что в принципе его роль только отучить вас от иллюзий реально смотреть на происходящее в вашей жизни и изучить реальные свои желания очень многие живут и не знают чего они хотят прямо сейчас поставьте на паузу видео и подумайте а что бы вы хотели получить от партнера не от конкретного а вообще какими качествами должен обладать как вы видите ваше будущее а потом через какое-то время прочитайте этот список и вы заметите насколько много там иллюзий знаете типа помните песню группы комбинации пели чтоб не пил не курил и цветы всегда дарил тёшу мамой называл и т.д. и т.п. это вот об этом это вот об этом дорогие мои заявлять сказочные ожидания на партнера это всегда боль в будущем это всегда разочарование пожалуйста это поймите следующий пункт как вы будете чувствовать себя в будущем в этих отношениях как в будущем вы будете себя чувствовать в этих отношениях ситуация постоянно будет зависать по карте повянуть ситуация постоянно будет заставлять вас остановиться и задуматься у вас не будет ясности у вас не будет стабильности потому что подвешенные состояние это нео-стабильность подвешенное состояние куда ветер подует туда гимнаст вот у нас и качнется подвешенное состояние смотрите два старших аркана которые говорят о том что человек нестабилен. То есть вы всегда будете жить в состоянии ожидания с этим человеком. Срастется, не срастется. Женится, не женится. Придет, не придет. Напишет, не напишет. Смотрите, какие карты. Это видео попалось вам не случайно. Задумайтесь. Следующая позиция. Перспективы на ближайшее будущее. Перспективы на ближайшее будущее. Сами для себя период. Оговорите, допустим, 2-3 месяца. Перспективы ваших отношений на ближайшее будущее. Сильное влечение. Сильное влечение. И, возможно, тут меня смотрят те, кто только-только-только начинает развивать отношения, кто находится в эволюции, кто ожидает от партнера больше, чем партнер может дать. Сильное влечение. Еще один старший аркан. Тут просто у вас искры между вами будут летать. Давайте смотреть теперь отдаленные перспективы. На отдаленное будущее. Ну, допустим, на полгода. Перспективы на отдаленное будущее. Начнется противостояние авторитетов. Начнется, видите, по пятерке жезлов. Это уже конфликты. Это уже начнется притирка. Это уже начнется выяснение отношений. Видите, два героя. Между ними жезлы горят. Смотрят друг на друга. И готовы ринуться. Видите, они перетягивают канат. То есть начнется борьба за первенство в паре. Вот, что ожидает вас в дальнейшем. Давайте смотреть перспективы брака с этим человеком. Каковы перспективы брака с этим человеком? Смотрите, перспективы очень даже неплохие. По девятке пентаклей карты вам говорят о том, что если вот меня смотрят девочки, давайте так вот, я сейчас прям разделю. Если меня смотрят девочки, то если вы сумеете человеку обозначить свою ценность, не будете стоять с протянутой рукой, чтобы вас любили, да, и дадите понять, что вы, у вас есть определенные границы, что вы можете позволить человеку, что вы не можете позволить человеку в отношениях, насколько вы себя любите, насколько вы себя уважаете, то перспективы сложатся неплохие. Вот после вот этого противостояния очень даже неплохие. Я бы даже сказала замечательные по этой карте. Если меня смотрят мальчики, то мальчики, перестаньте морочить голову девочки. Ценная женщина пришла в вашу жизнь, рассматривайте ее как серьезную кандидатуру. Это хорошая мать, хорошая хозяйка. Это женщина с ресурсом, которая будет продвигать вас вперед в этой жизни и давать вам возможность реализовать себя. Следующая позиция. Как эти отношения повлияют на вашу жизнь? Как эти отношения повлияют на вашу жизнь? Тяжело. Тяжело. По десятке жезлов, десять жезлов, видите, это труд. Это труд. В этих отношениях просто так, вот знаете, высшие силы, с бухты барахты, на блюдечке счастье вам не дадут. То есть здесь это не борьба уже по десятке жезлов. Это тяжкий труд. Но тяжкий труд, который будет ознаменован успехом. Понимаете? То есть если оба партнера, действительно имея сильное влечение друг к другу, пройдя притирку серьезную, оценят друг друга по этой карте и будут трудиться над наполнением себя и партнера, то эти отношения обречены на успех. Но только через серьезный духовный труд. Давайте смотреть последнюю позицию. Если вы расстанетесь, то какой будет ваша личная жизнь без этого партнера? Если вы расстанетесь, то какой будет ваша личная жизнь без этого партнера? Смотрите. Туз мечей. Туз мечей. У вас останется травма и желание побеждать. Желание побеждать, возможно, даже мстить в любых других отношениях. То есть если вы, этот человек, пришел вас научить не витать в иллюзиях, реальными мерками мерить эту жизнь, если вы расстанетесь, вы начнете, к сожалению, искать утешение и проявлять агрессию. То есть, вот знаете, есть такое понятие, когда люди расстаются, они испытывают опустошение. И чтобы заполнить вот эту вот пустоту, они начинают искать на ком бы отыграться, чтобы реабилитировать свое эго. Вот это вот совсем нехорошо. Совсем нехорошо. И, конечно, лучший вариант – проработать. Проработать ситуацию. Партнер сложный, либо партнерша. Человек, который вам подсвечивает, что вы не умеете смотреть на реальность адекватно, что вы находитесь в иллюзиях. Когда шоры с глаз спадают, вы переходите на другой уровень. Вы способны другими глазами видеть приоритеты в отношениях, к чему у вас и ведет это партнерство. Поэтому, даже если вы с партнером расстанетесь, если вдруг получится так, что этот человек вас реально обманывает, и вы не захотите продолжать эти отношения, потом, минуя все вот эти страсти, мордасти, не надо быть во зле, в агрессии на весь мир и на всех других людей. Потому что каждый человек в вашей жизни приходит вас чему-то научить. И, возможно, если с этим партнером или партнершей вы расстанетесь, то следующий человек придет учить вас любви. Я вам искренне этого желаю. На дне колонны Паш Жезлов. Это подсказочка по этому раскладу, что меня смотрят юные души, которым нужно набираться опыта и стремительно наполнять и развивать свою духовность. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова